добрый день с вами империя пикчер и сегодня я покажу вам как нарисовать бархатцы акварелью если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами сначала расположим бархатцы формате листа у нас будет два цветка один более крупный другой немножко поменьше располагаться будут в основном верхней части снизу нас будет веточка и листья мы намечаем крупный цветок слева и более маленький чуть-чуть справа и немного ниже обозначаем саму веточку здесь будет у нас двойная ветка наметим сразу где у нас примерно будут располагаться листья периодически мы за счет этого можем ориентироваться куда нам нужно что подвинуть этот маленький цветок я решила немножко сдвинуть правильнее чтобы вместить между ними между цветками листик также листик будет этот под бутоном располагаться и здесь вот тоже такой отросточек небольшой будет начинаем в принципе уже отрисовывать по форме здесь у нас будет такой листик отделяющийся на три листика и плавно он будет переходить к стеблю цветка далее мы намечаем вот такой вот ребристый краешек также мы наметим и второй слой 3 4 такими послойными ребристыми штучками будет у нас располагаться лепестки на цветке центр будет более плотный а краям посвободней будут они располагаться намеченный круг который мы в самом начале обозначили можно ластиком аккуратно убрать по краю далее мы стеблю цветка создаем толщиночку не очень толстую чтобы цветок смотрелся изящно серединку подчищаем и края сразу убираем вообще для акварели нам нужен чистый рисунок как можно меньше и лишних линий для того чтобы было это все аккуратно смотрелось так как акварель у нас полупрозрачный поэтому карандаш будет видно переходим теперь к листику который будет у нас располагаться по центру сначала мы наметим силуэтом его форму только после этого начнем отрисовывать детальней получается у нас будут такие резные тоже листья выступает за края между ними будут довольно крупные расстояния потом просто эту схему листика мы прорисуем более плавненько и изящно создавая такие острые края листьев и плавные очень длиннее линия будет живая очень разнообразная по всей поверхности листочка также конечно же некоторые листики могут быть и более квадратные также ребристые повторяющую форму бархатцев самих цветков наметили добавили стебелек соединили с основным стеблем на стебле также можно такие добавить горошины добавим листик также у основания тоже сначала схематически мы намечаем его структуру а затем более детально прорисуем листики соединяем с основным стеблем аккуратненько тоненьким движением теперь уточняем форму листьев как и в первом случае лишнее ластиком убираем проводим далее стебелечек ко второму цветку его мы с вами раздвоим немножко вот здесь вот мы видим наверх сверху также будет располагаться листик также вот еще одна веточка появится и еще один листик получается там они будут друг друга перекрывать немножко также намечаем 2 бархатец по схеме как и 1 и добавим несколько листиков еще возле бутона и в принципе наш рисунок готов можем уже приступать к работе к валерью предварительно еще раз просмотрите рисунок и почистите весь лишний карандаш начинать мы будем с того что средней кистью намочим бархатцы водой обходя аккуратно их по контуру будем писать цветы в технике по сырому а пока я напомню что наша художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свой любимый отдел своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней ждем вас к нам на обучение вот так вот нам мальчики и пока она сырое берем ярко-оранжевый оттенок красочки начинаем по краю проходиться пока что серединочку оставляем беленькой смешаем немножечко желтеньким оранжевый добавим его на серединку серединка будет более светлая краям более темным можно смешать оранжевый с красным и даже добавить сюда немножко коричневого чтобы затемнить края особенно вот здесь вот с правой стороны нас будет цветок находиться в тени и можно прям чистый оранжевый братья наносить на край смотрите как очень красиво у нас все растеклось плавные переходы и в принципе красивый эффект получились точно так же мы делаем 2 цветок начиная с более светлой серединке далее добавляем оранжевый по краю и более темные оранжевый я добавляю где-то вот сюда на правую часть сверху немножко с левой стороны также и в соседние цветочек можно капнуть молочек теперь нам нужно сделать листики стебли начнем мы со стебля смешаем светло-зеленый оттенок это травяная зеленая плюс желтенький начинаем добавлять в стебель в этот стебель пока у нас еще не засох цветочек будет также примешиваться оранжевый это очень здорово потому что это создаст взаимосвязь постепенно мы также этим же оттенком переходим на верхние стебель очки они кстати будут более тоненькие узенькие потому что более молодые и так будет смотреться изящно более темным зеленым мы добавляем вот сюда на листики чуть-чуть высветляю с добавлением желтенького и делаю листочек на переднем плане прям можно его полностью одним цветом покрывать также можно добавлять туда оттенки чистого цвета тогда будет очень красиво смешиваться сюда я намешаю оттенок потемнее с добавлением немножечко синего чтобы был и более темный и более холодный оттенок заодно также этот же оттеночек я добавляю на листочек который находится между цветками и покрывая его аккуратненько по форме туда также можно добавить более темный яркий травяной зеленый оттенок также и желтенький на какие-то лепестки которые ближе к свету повернуты за дном создаем такое разнообразие в одном листике нас проявляется много разных оттенков зеленого это очень красиво смотрится живописно поэтому не ленитесь смешивать оттенки цвета зеленый смешать не так сложно туда можно добавлять желтые оттенки чтобы был более светлый а христый тоже можно добавить чтобы более темные мы можем добавлять оттенки синего и фиолетового тоже будет очень красиво смотреться в смеси также мы на стебли добавляем снизу и справа на тех стеблях которые идут вверх тени также можно добавить немножечко прожилочек листики пока они еще сырые там тоже это все аккуратненько растечется и будет очень мягко смотреться дописываем листочек который находится у нас внизу тоже точно таким же образом как и все предыдущие можно его сделать более темненьким вот тут вот по правой стороне как раз таки он будет еще тонально отделяться от стебля вот левую часть можно уже немножко сделать посветлее ближе к свету так она у нас будет располагаться также еще насыщенность цвета можно регулировать с помощью добавления воды чем больше воды тем у вас будет светлее цветы прозрачные чем меньше воды и больше краски чем будет более темный насыщенный цвет получаться пока мы делали стебли и зелень у нас подсохли постепенно бархатцы даем время высохнуть постараемся чтобы высохла полностью пока что еще тоже пропишем прожилки на ли на нижнем листике и на верхнем немножко прям буквально добавим не стараемся там слишком детализировать вот детали мы уделим время деталям на цветках с это самые все-таки у нас главные герои в нашей картине и начнем мы с центра смешаем более такой темный оттенок оранжевого с помощью коричневого цвета добавим его немного через красненький также можно и подчеркиваем просто каждый лепесточек вот такими темными пятнышками их можно чередовать немножко по размеру по форме также вот можно более яркие оранжевый тоже использовать посветлее ближе к центру к серединке тоже используем раз разный тон и разные оттенки цвета при добавлении на краешках немножко пропишем тут уже края где у нас в тени будут располагаться лепестки там можно еще темнее сделать еще можно добавить более темный коричневый оттенок также мы добавляем и на 2 цветочек здесь тоже у нас точно таким же образом добавляем пятнышки показывая фактуру лепестков и получается очень красиво и в принципе вот такие бархатцы акварели на с вами получились прислайте ваши работы к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч до новых встреч